Денис Здравствуйте, я веселый кубанский парень с горячим сердцем. Пришел встретить девушку, которая готова поехать хоть на край света. Со мной Павел и Светлана. Денис, 31 год. У него было два красивых романа, но обе возлюбленные не согласились поехать за ним на край света. Денис был директором строительной компании в Сеуле, сейчас глава представительства американской компании по производству и продаже рекламных носителей. Имеет свой интернет-магазин женской одежды, занимается проектированием городских инфраструктур, практикует восточную медицину, мечтает о большой семье. Для Дениса важно, чтобы будущая жена была готова стать матерью и вести здоровый образ жизни. Хотел бы видеть рядом с собой образованную девушку с изящными маленькими ножками, которая подарит ему заботу и детей. Здравствуйте, Денис, приятно вас видеть. Спасибо вам. И вам спасибо, что пришли. Щетина нравится, да, однозначно, мужественно. Что это за красота? Это, так как мы из Краснодара с юга, это наши фрукты, чтобы вы пришли домой не с пустыми руками сегодня. Огромное нам спасибо. Прекрасно, чудесный букет фруктовый. Сюрпризы у вас похожи, да. Ты с корзинами, он с корзинами. Вы как-то варились вместе с пустыми руками неудобно. Вы очень рано начали работать. А что подтолкнуло? Из бедной семьи? Нет, вы же помните, что Советский Союз начал разваливаться, все было по талонам, поэтому мама нас воспитывала. Одна, потому что к этому моменту отец умер уже. А вы были мальчишкой совсем? Да, да, мне 9 лет было. И я видел, как ей тяжело, потому что она разрывалась, она работала в скорой помощи, брала несколько смен одновременно, приезжала на скорую ночь у нас смотреть, как мы спим. И я пошел на уборку урожая. А братья и сестры? Да, вот со мной мой брат Павел. Родные? Да, родные. Да, да. Красавцы какие-то. Очень похожи, как практически бизнесмен. Да, похожи. Вы ведь не только закончили, кадетский корпус, по-моему, да? Да, да. Кадетский корпус, значит, да, мужчина военный. Добрый солдат. А какие-нибудь были интересные по молодости приключения, ну, когда учились в кадетском корпусе, например? Ну, в кадетском корпусе, конечно. Как в фильме, помните «Сибирский цирюльник»? Там такая дружба между курсантами. Нет, обязательно, мы очень дружно, мы общаемся. Я стараюсь приезжать на каждую встречу выпускников. Мы общаемся, благо есть социальные сети. Все уже семейные люди, по двое детей у каждого. Элегантный, простой, сдержанный, просто вот все, что нужно. А влюблялись? Бегали в смогу? Да, конечно, это же и обязательно. Потому что у нас был такой институт благородных девиц, приходили девушки, бальные танцы танцевали, сначала со стульями тренировались, потом девушек нам давали. Лен, как ты думаешь, вот он, возможно, будет командиром в семье? Скорее всего, так и будет. Как ты согласна на такое? Знаете, я расскажу. Иногда пусть покомандуют. А потом уже повзрослев, вы влюбились, у вас были отношения? Расскажите. Да, я начал учиться, приехал в Москву, поступил в университет, уже в Москве, встретил девушку. Кто помогал? Нет, никто не помогал. А на что учились-то? Как, очно? Я учился очно и вечерами, ночами работал на выходных. Поэтому никто не помогал. В общежитии, то есть все вы все это прошли? Да, мне повезло, мне дали общежитие, соответственно, я не платил за квартиру. А какой факультет? Я управление на транспорте. Вот умница какая. Очень похожа на меня, я тоже начала рано работать. Училась, рано начала помогать семье. И вы влюбились вот тогда, да? Да, тогда у меня были первые отношения, потому что я... Девушка из обеспеченной семьи была? Ну, у нас университет такой серьезный, потому что все были... Москвичка? Нет, не москвичка, мы в общежитии жили, поэтому все не местные. А были планы уже жениться? Вы знаете, у меня планов так и то их не было, потому что у меня ничего не было за плечами. А у нас принято, чтобы иметь хоть что-то, потому что, вы знаете, если вы приходите в ресторан, у вас нет денег, вы не заказываете. Прям, ну, мужчина моей мечты. А что вас в Сеул-то занесло? Ну, как это получилось? Я занимался проектированием, и к нам приехали иностранные партнеры, которые с нами сотрудничали, и меня пригласили поехать поработать у них, привести их опыт. А вы бы сказали, вот моя подруга, тоже очень хороший специалист, поедем вместе. Да, мы и обещались по этому поводу, но девушка сказала, что у нее здесь карьера, у нее здесь есть работа, поэтому давай попытаемся пожить на... Ой, какая глупая. Лен, вот если бы ты была на месте девушки, ты бы поехала вместе с ним? Ну, смотря на сколько бы я его любила. Если бы я его на самом деле любила, конечно. И вот когда вы вернулись через полгода? Ну, я вернулся через полгода, мы пообщались, что, конечно, расстояние полностью утрачивает все чувства. Вы что-то почувствовали, да, что уже... Ну, конечно, потому что здесь у нее работа хорошая, и другие знакомые, другие общества. Денис, никогда не поверишь, вот такой красавец, светлоглазый, и в Сеуле, и что, даже вот не было намека, ну, дело прошлое, на какие-то отношения с кем-то? С корейцами. С кореянками? Да, внутри Кореи отношений не было, потому что у нас разная культура, разный менталитет. Так и мужчины, наверняка, китаянки на него вешались. А я знаю, что были соотечественницы, с которыми встретились, с переводчиками. Ну, да потом уже, после... Он, как говоришь, не мертвый же. Да, я приехал в Токио, и тоже по работе мы приехали туда, и у нас был переводчик. Со мной были иностранцы... Читца. А? Переводчик? Да, да, переводчица. И, соответственно, я вечером попросил, чтобы они показали мне город. Ну, хорошо, вы влюбились. Да. Влюбились потому что одинокий, потому что вокруг, так сказать, иноземки, чужая культура, тип женский, другой совершенно. На безрыбье или прямо вот влюбились? Она очень красивая девушка, и, соответственно, мы с ней ровесники, жизнь за границей ее... А потом еще романтические свидания на каком-то острове, потому что у нее была виза, и вы могли туда приезжать. Романтик. Да. В нем есть все положительные качества. Он, с одной стороны, сильный и уверенный в себя, с другой стороны, романтичный. Ну, вообще, все было здорово. Да. А почему этот роман не закончился свадьбой? Ну, вы знаете, в 98-м году нас поразил строительный кризис, и все мои проекты пришлось спешно закрывать. Ой, что же за жизнь такая? Не одно, так другое, да? Да, поэтому я предложил, я сказал, что, может быть, давай вернемся в Москву, попробуем здесь пожить. А она все не поехала? Нет, она сказала, что я была в Москве, в Питере, смотрела, и мне абсолютно не устраивает там жизнь, поэтому... Слушайте, я ничего не понимаю, девчонки, смотрите, такой мужчина, красавец, спокойный, рассудительный. Вот видно, что вы не фальшивый ни одной секунды. Девчонки что, наелись или, наоборот, не объелись еще гадости, чтобы потом бороться за такого, как здесь? Ну, смотри, ни в первом, ни во втором случае. Так понятно же, у него же и перспективы-то, по сути, никакой. Ну да, ты действительно золотой просто, а за тобой-то ничего нет. Они могли вместе начать работать и заработать. Ну, тут потенциал, а хочется, готово. Вот и не разглядели. Вы так тоже объясняете это? Нет, я так не объясняю, потому что после конфетно-букетного периода идет разговор и договариваются. И я вышел на разговор и объяснил, что у меня чуть-чуть странные, на первый взгляд, принципы жизненные. Какие-то такие странные. Ну, вы повернуты на здоровье, это я знаю, здоровый образ жизни, здоровье. Нет, я больше повернут на воспитание. Здоровье и образ жизни. На воспитании кого, жены? Сразу Лариса, кого, жены? Нет, нет, на воспитании будущих детей. Так а чушь в каком-то, на пару. Вы еще понятия не имеете, как воспитывать. У вас даже не было собачки, которую нужно воспитывать. Что вы там понимаете? Ну, вот, мне кажется, я что-то в этом понимаю. Вась, может быть, он скрывает голову вот этим самым здоровым образом жизни. Может быть, нудит еще, делит шкуру неубитого медведя. Дети не родились, а он уже ссорится, как их воспитывать. Но правда очень-очень серьезный. Причем независимый, стойкий в своих убеждениях, их любит отстаивать. Любит красивые отношения, и женщин красивых выбирает. А представь, если женщина красивая, и мужчина вроде бы слишком серьезным кажется, сразу начинаешь думать. Еще предложение руки и сердца не сделал, а уже начал выставлять условия, рассказывать, как уже нудит, что есть, что не есть. Ты как раз вегетарианец. Да, мне кажется, должен быть существенный плюс в мою сторону. Отлично. И девушка скисает. Сегодня купим холодильник, завтра автомобиль. Да, Денис, это вот вас так к этому приобщила ваша крестная мать, кореянка, с которой вы познакомились. Расскажите эту историю. Она ни к чему такому не обязана. Наоборот, она мне пытается подсунуть все, что угодно. Ну, смотрите, кореянка, ей 60 лет. А я расскажу. Вы с ней там познакомились, и однажды она увидела сон. Нет, мы не познакомились. Так, я вел бизнес с ее братом младшим. И в одном из переговоров за ужином приехала странная женщина. Она ходит в белой одежде. Ну, и как буддисты, лысые, ходят в беретики, поэтому очень своеобразно. И, в общем, мы встретились, пообщались, поужинали. И через неделю она говорит, что ко мне приходит уже несколько дней русская женщина и говорит, что просит ее помочь мне немного успокоиться, оторваться от работы и заняться своей свободной жизнью. И по описанию вы поняли, что это ваша покойная матушка? Не то, что по описанию. Она сказала такие нюансы семейные, что выдумать человек просто физически не может этого. И это для меня стало доказательством. Что мама, мамочка попросила во сне эту женщину позаботиться. И она стала вашей крестной. Ну, так сказать, названной крестной. Лен, как ты смотришь на все это вообще, что у него крестная мама креянка? Вообще, что есть крестная мама, это уже плюс за то, что креянка. Ну, я, если честно, не особо знаю их традиции. А сегодня вы придерживаетесь какого режима? Вы сыроед? Абсолютно верно. Даже не вегетарианец? Нет. Боже мой. Ну, это сложная задача для супруги будущей. Это очень в деньгах, это очень дорогостоящий, так сказать. А подождите, Анна, ты можешь такое? Нет, я ни в коем случае не пытаюсь кого насильно заставлять. Можно вашу руку? Просто подойдите ко мне. Я вот теперь начинаю понимать немного по поводу воспитания детей. Правильно ли я понимаю, что вы детей тоже планируете приобщать? Нет, я ни в коем случае никого приобщать не буду. Это должен быть то, что он хочет. Его организм лучше знает меня и всех остальных, что он хочет. Да, но если в доме будет только зерно пророщенное или сырое, и вот только, то у ребёнка не будет выбора. Поэтому вы мне про это не говорите, Денис. Это сегодня такая проблема. Вы можете экспериментировать, когда вам за 30, как угодно. Ребёнок должен получать всё белки, жиры, углёд. Вы понимаете. Девочки, ты сможешь кушать зерно пророщенное? Из крайности в крайность нет. Могу сказать, что Денис серьёзный молодой человек. Недостойных девушек рядом с вами никогда не было и не будет. Вы действительно очень избирательны. Поэтому я спокойна за тех девчонок, которые сегодня к нам пришли. Единственное, о чём хотела бы предупредить. В вашем гороскопе есть такое хитрое положение. Оно говорит, вас брак может по-настоящему осчастливить. То есть вы очень много для себя будете черпать в этих постоянных отношениях. Но есть риски. Венера в весах. Она говорит, что женщин красивых вы любите. И, увы, может попутать без. Мужчинам с таким положением они обычно создают для окружающих всегда впечатление ангелоподобных личностей. Совершенно безгрешных. Но, к сожалению, как только они срываются в какие-то неправильные отношения, и это становится достоянием общественности, это ставит крест на их карьере. Ну, у каждого есть скелеты в шкафу. Зачем в этом рыться? Кому-то звёзды разрешают баловаться. Кому-то нет. Учтите, что вам не разрешают. Я другую боюсь. Сегодня вы зациклены на одном, потом вам это дело надоест, и вы пуститесь во все тяжкие. Дайте возможность жить женщине так, как она хочет. Хорошо? В рамках дозволенного. После рекламы невеста попытается проявить свое искусство обольщения. Оставайтесь вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас гостят Денис. Ну, идите встречайте первое невеста. Здравствуйте, Денис. Я жила за границей тоже. Я думаю, у нас очень много общего. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. С кем вы? Я со своей подругой Ириной. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Елена. 23 года. Выросла в семье православных верующих. Специалист в сфере красоты. Занимается спа-процедурами, фитнесом, дайвингом, говорит на трех языках. Мечтает открыть свою студию красоты для мужчин. Уже через месяц знакомства Елена стала жить со своим возлюбленным под одной крышей. А через два с половиной года он признался, что влюблен в другую. Не стала устраивать скандала и отпустила его. Надеется, что Денис будет ей предан всегда. Как-то ваша история, которую я сейчас послушала, не очень вяжется, то, что вы из семьи с православными традициями, из православной семьи. Насчет молодого человека? Нет, не только молодого человека. Почему-то студия красоты для мужчин. Почему вдруг? Много вопросов у меня. Я тебе скажу, что чем больше тебя ограничивают, тем больше тебе хочется... Свободы. Да, и разрушить это все. У вас мама и папа верующие. Что это за православная семья? Мама, матушка, папа священник? Нет, конечно. Просто наша семья поддерживает традиции православия. Ну, то есть ходит в храм, соблюдает пост. Ходит в сверковь по воскресеньям, соблюдаем пост. Также устраиваем обед в воскресенье обязательно, воскресный обед при свечах. Не выглядит она как человек из этой среды. А свитские профессии у родителей? Чем они занимаются? Да, они обычные рабочие на заводах. Обычная семья совершенно. Симпатичная девочка. Конечно, папа с таким воспитанием пойдет в стриптиз. Единственное, что я бы ей не дала 23 года, да? Она старше выглядит. Леночка, а как тогда вы смогли допустить, как родители могли допустить, чтобы вы вне брака сожительствовали с мужчиной? Кстати, он тоже из семьи пастора, да? Да, в семье пастора, да. Но мы на тот момент уже жили отдельно, как я и он, в принципе, мы жили отдельно. Нет, послушайте, ведь верующий человек, он же соблюдает какие-то правила приличия не только тогда, когда на него смотрят и знают про него, а когда он перед собой, перед Богом чист. Да, мы грешны в этом, я знаю. Но в итоге-то у нас ничего не получилось. А почему он не хотел жениться, не делать предложения? Потому что у его родителей было правило. Какое? Чтобы у нас было материнное состояние. Это уже очень по-православному. Да, у них, да. Просто я, с одной стороны, тоже понимаю родителей. Они-то вырастили всех этих детей, ну, так скажем, в нищете, но очень сложно им было. И когда они достигли такого финансового состояния... А вы из бедной семьи, родители рабочие. Простые, да. Простые. Вы были из простых, поэтому не пришлись ко двору. Другие планы они строили для своих детей. А молодой человек мог бы сказать, нет, я люблю эту женщину. Для него родителей очень многое значит, как и для меня. Ну, в общем-то, ему это не помешало влюбиться в другую девушку. А у той было всё в порядке с материалом. Да, да. А когда узнали о том, что у него, оказывается, есть там... Он мне сам рассказал об этом, просто он сказал, что она намного лучше выглядит. Конечно, я тогда одевалась попроще и выглядела попроще. И вот он сын пастора, прям так и сказал, та помоложе, постройнее, красивее, одевается интереснее. Да, с ней будет намного легче. Высокодуховная личность, надо сказать. Он, да. А вот вы имеете диплома специалиста по шоколадному массажу, обёртвыванию, повозковой сахарной пиляции, по бикини дизайну, по массажу бразильская попка. А это что, прям таки диплом даёт? Да. А как это сочетать с семьей? Вот как вы применяетесь в семейной жизни? А что она такого делает? Особенно бразильскую попку. А что такое? Это массаж, который поднимает просто мышцу ягодичную. Вот и всё. Ты разве этого не делаешь? Работа с женщиной. Если нет, то я тебе советую. А вы как насчёт бразильской попки? Это очень хорошо. Не смущает вас? Нет, отлично. Когда человек работает руками и передает тепло своё, это очень хорошо. Да вы что? Да. Лучше картины писать, чем попку массировать. А вы и ревнать-то не будете? Нет, почему? Я думаю, что когда появятся дети, то... Ага, прямо тогда, когда я вам домой сделала дома. Когда появятся дети, сколько вы хотите? Сколько детей? Четверых хочу. А вы? Да, так же. Ой, а кстати, по поводу четверых детей-то. Вы же мясо совсем не едите. А силы-то есть? Четверых они тут это... Вы не вегетарианка, едите мясо? Я здоровую пищу люблю. Минимум жареного, конечно. Ну, пост соблюдаете? Да. Молодец. И родители помогут с детками, наверное, правда? Обязательно. Ребят, вы люди непростые. И вы, Денис, и вы, Леночка. И сегодня у вас есть возможность объявить о чем-то таком, что для вас в будущей жизни принципиально важно? Ну, для меня принципиально важно воспитание детей. Необходимо, чтобы дети максимально быстро закончили школу. То есть желательно экстерном. Соответственно, здесь идут репетиторы. И... Вы хотите, чтобы так было? Да, я хочу, чтобы именно так было. Так будет, я сказала. Какой кошмар лишать детей детства. Денис, все очень индивидуально. Очень индивидуально. Одному ребенку нужно год, чтобы выучить язык, а другому 15 лет. Абсолютно верно. Поэтому будете смотреть на детей, будут дети, и будете сами решать. А вот, допустим, наказывать будете наказывать? Ну, физически, не физически, нет. Хорошо, а вы физически будете наказывать ребенка? Все индивидуально. Если он будет вести себя некорректно, то, конечно. Ремня. Вот. Как вы к этому относитесь, что ребенку ремня? Ну, если я в рожу, буду воспитанную, мне жалко будет его. Ну, вы против этого? Потому что как начнется выяснение вот с ребенком, и многие распадаются. Вы броситесь... Смешно на вас смотреть, и богу. Просто очень смешно. Хотите вырастить халуя? Бейте. А значит, вы настолько тупой взрослый дядя, которым к тому времени будет далеко за 30 лет, что не найдете слов для того, чтобы ребенку объяснить, что так больше делать нельзя. Конечно, простите, что схватиться за ремень. Это абсолютно халуйская психология, и халуя будете растить. Никогда не поднимайте руку. Давайте сначала родим. Ну, понятно. Надо сначала родить, а потом посмотреть, что за дети гены. Леночка, покажите сюрприз. Денис, я некоторое время жила в Австрии, там училась, и мне очень близки эти традиции австрийские, поэтому я хотела тебе подарить шляпу тирольскую. И давай вместе украсим. Главное, что не будет останься на память. Да, подарок своими руками, он всегда запоминается, это здорово. Веточка земляники, она символизирует женскую красоту, чтобы в твоей жизни максимально присутствовала женская красота. Переперчик. Он символизирует мужскую силу, чтобы у нас мужская сила была в семье обязательно. И веточка розмарина – это любовь и верность. Спасибо, девчонки. Отправляйтесь в свою комнату. Какой красивый шляпик ему идет. Это вообще очень интересный мужчина. Как ты считаешь? Ой, он очень добрый. Тебе понравился? Он на мир смотрит взрослым взглядом. Я потом схожу к ней в комнату, пошепчу с ней. Но сейчас я хочу сказать, все хорошо. Придумала какую-то маску себе, какой-то образ. Вот такая неживая. Вот такая сидела, боялась расплескать. Разве ты была в образе? Ты была естественная, ты сказала все, как есть на самом деле. Жизнь ее говорит об одном, а ведет себя совершенно по-другому. Ты как красавишная, волосинка к волосинке. Ни одной живой эмоции, ни одной живой истории, ничего живого абсолютно. А тебе как, Вася? Она из тех женщин, кто себе любовь представляет как процесс взаимной заботы, что на самом деле замечательно. Но ей правда не хватает эмоций. Нужно принять тот факт, что есть люди малоэмоциональные. Венера в деве, восходящие весы. Она отношения воспринимает себя как более серьезной и спокойной. И сегодня она была более чем естественной. Ну, наверное, испуг еще добавил какой-то зажатости. Но только чуть-чуть. Пойду сейчас узнаю, потому что успокоиться не могу. Привет. Двигайся. Вы так похожи на мою маму. Я не могу, я смотрю, это моя мама. Мама такая красавица, в смысле, или такая умница? Красавица, такая же красавица и умница. Вот прямо одно лицо. Вот скажи мне, пожалуйста, вот такая красивая, такая молодая, такая достойная. Вот что, сидела там, выжималась. Я не ко всем захожу, только к тем, кто мне нравится и за кого мне дико обидно. Я вам, честно, предоставлю второй шанс прийти на эту программу. То есть сегодня, ну, все сделала для того, чтобы не произвести впечатление. 23 года, как тетка Лукеря, как будто 47. Все, дам второй шанс, ну, подумайте об этом. Хорошо. Сказала. Ну, живая, живая. Живая, красивая, может не ломаться. Хотелось бы думать, что зажалась, потому что камера. Сидите, встречайте вторую невесту. Удачи. Здравствуйте, Денис. Очень приятно познакомиться. Спасибо, взаимно. Надеюсь, что мы с этого сюрпризом сделаем вместе салатик. Договорились. Спасибо. Здрасьте. Здрасьте. Боже, что я вижу. Да. Что это за красота за такое? Это же не кто? Пожалуйста. Молодцы. Ну, вы меня подкупили. А это вам? Это... Это вам. А это к беременности. Нет. А это не к беременности, Лариса. Не к беременности, так сказать. Какая жаркая зона. Я очень люблю рыбалку. Ну, такое ощущение, что она на пол чудес пришла. Как зовут? Асфальт же, да. Я мама. Я сестра. Боже мой, вот это порода. Я вам хочу сказать. Давайте нас посмотрим. Спасибо. Марина, 27 лет. Помощник руководителя в компании глобальных информационных систем. Ее хобби – графика, рыбалка, кулинария и путешествия. Мечтает открыть свою картинную галерею и прокатиться на желтом Феррари. На второй день знакомства избранник Марины предложил ей руку и сердце. Через три месяца они поженились, а через четыре месяца развелись. Надеется, что Денис отвечает за свои поступки. Любочка, я к маме сначала. Первый вопрос. А в вашей семье какие-то традиции соблюдаются? Да, мы танцкие казаки, конечно, соблюдаются. Православные мы. Опять православная семья. Может быть, он указал это в запросах? Марин, вы из самой, что ни на есть, рабочей семьи. Ваши родители – шахтеры. Сколько было лет, когда мама развелась с папой? Лет 11. А что, пить стал? Да. Не справился. С чего вдруг называется? Работа тяжелая? Работа не платили, да? Работа не платили. Ну, я казачка, я сильная. Слона на скаку остановит и хобот ему оторвет. Мариночка, вы очень рано вышли замуж, потому что тяжело было одной, в семье тяжело. В 22 года. Нет, я на самом деле всегда была серьезная, так скажем. Очень серьезная. На второй день он буквально сделал вам предложение, познакомишься, 2 и 2. Да. И очень серьезная. И вы скачали замуж. Я пришла домой и сказала, мама, я приняла решение, вот, выхожу замуж. Сыграли хорошую свадьбу, красивую, все было замечательно. Вернулись в Москву. В течение трех месяцев, да. И все распалось. Почему? Ну, так скажем, ревность была. Ревность, а еще была страшная, страшная беда. Я срылась на хорошую работу, начала получать хорошо. Он стал игроком, да? Я об этом не знала. Деньги пропадали из дома? Ну, не то, что пропадали, но было такое, да. Пробовали лечить, водить к специалистам? Нет, не пробовали. Не пробовали? Нет, нет, не пробовали, потому что я была... Ну вот, а потом удивляетесь. Просто как показывает практика, скоропалительные браки все-таки не крепкие. Но признайтесь себе, что поспешили. Зато, пройдя через это, у нее уже есть какой-то опыт отношений в браке. Нужно совершить таких ошибок. У нас жених непростой, сыроед. А вот так вот приедет теща с рыбкой. С пирогами. И будет ночевать в подъезде. Единственное, что, конечно, когда родятся дети, да, но они должны... А когда Маринка-то станет есть отбивную, и мамка привезет, не будете под руку говорить футру пятен или еще что-нибудь? Нет, она за здоровый образ жизни. Нет, я... Да, отбивная – это здоровый образ жизни, однозначно. Марин, о чем хотите предупредить, может быть? С чем не расстанетесь никогда, да? С творчеством никогда не расстанутся. Творческий человек. Я почему-то думала, что они более интересны всегда. В творчестве, в вашем понимании, это что? Вы вышиваете? Я пишу картины маслом, графикой занимаюсь. Молодец, зарабатываете этим? Пока нет. Очень редко заказы, которые... Да, я хочу свою картину-галерею. А рисуете дома? Дома, да. Иногда вдохновение в три часа ночи просыпается. Но вы представляете, вы понимаете, что запах масляных красок на самом деле дома – это некоторая проблема. Пока одна – это возможно, но вот те люди, которые живут с художниками, говорят, что без собственной студии большая проблема. Вот как будете решать эту плату? Ну, будет своя студия небольшая. Это непроблемно. Ну, как непроблема? Ну, она уже, как говорится, принюхалась, она уже... Для нее это не проблема. Покажите сюрприз. Я долгое время работала в культуре, приехала не одна. Меня поддержат мой ансамбль, так скажем, мои знакомые, мои друзья, которые, так скажем, я думаю, напомнят о нашем крае немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ Если он в Кубани, казаки всегда очень держатся за свои корни. Я думаю, этот подарок будет для него потрясающий. Здесь было бы не лишним пригласить жениха на танец. Да, да, да. Я потрясающе, очень динамично. АПЛОДИСМЕНТЫ Ему очень понравилось. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, казаки. Спасибо огромное. Это еще не весь сюрприз. Так скажем, хочется подарить маленький кусочек моей души, творчества, чтобы моя работа напоминала обо мне. Спасибо. Спасибо, дорогая. Всех уважила, всех подарила. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам. Проходите. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, да, волнение есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Пополновались, растерялись. Унылая пора, но как-то не очарование очей. Для молодой девчонки, мне кажется, слишком депрессивно. Одиночество просквозило, конечно, в этой картинке. Одиночка берез. Да. Спасибо. Ну, вообще, ты чувствуешь хорошее, правильно? Очень хорошее. Желаю. А вам? АПЛОДИСМЕНТЫ Девушка подошла правильно. Явно видно, что гостеприимно и хлебосольное. Ну, как-то вот принятие решения, так скоропостижное, про брак, и это все-таки для меня крайне серьезно. И вот в этом вопрос. Я думаю, что результат в любом случае, если бы Марина даже с своим парнем встречалась года два, был бы тот же самый. Тот же самый. Конечно. Потому что она была влюблена, видеть ничего не хотела, никакие звоночки, никакие предупреждения. Поэтому судьба такая. Вот прожила так, как прожила. Сейчас уже такого быстрого решения уже не будет, по-любому. Вот я и пожилась, конечно. Вот я про другое хотела сказать. Смотрите, какие вы разные. Смотрите, как вы за границей. Все-таки вот общение немножко даже с другой культурой и уровень людей, которые вас окружают, он, конечно, формирует. Она... Извините, Мариночка, вы мне очень понравились. Ну, простовато для вас. Просто простовато. Может, тоже за границу отправиться? Ну, ничего, и за границу поедем. Как вы видите, что я слышал? Да, вообще. У всех разной базы. Да, была слишком поспешно и решительно. Большая часть овнов этим грешат. Но в ее случае, на мой взгляд, слабину дала мама. Мама не должна была видеть в предложении, сделанном женщине на второй день, добрый знак. Она должна была насторожиться. Она должна была сказать, что дочка – это не мужская решительность, это безбашенность. Что-то в нем не так. Ну, как можно было не знать, что он уже был женат? Совершенно верно. О чем они решили, что мама тебе не говорила? В будущем этого прошлого уже нет совсем. Это не твое и не твой человек. А это вот действительно твой человек. Девушка очень достойная, и если сможете забыть про вот это прошлое, на мой взгляд, очень неплохо. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». Я предлагаю Денису встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуй, Денис. Меня зовут Анастасия. Я очень рада с тобой познакомиться. Спасибо, это тоже очень приятно. Спасибо. Здравствуйте, Анастасия. С кем вы? Я с своими подругами Аленой и Татьяной. Очень приятно. Давайте на нас посмотрим. Анастасия, 22 года. Юрист, увлекается театром и кино, катается на коньках, занимается йогой, фитнесом, танцует сальсу, бачата и читает книги на немецком языке. Два года назад отказалась от мяса и стала вегетарианкой. Мечтает побывать в Рио-де-Жанейро. Серьезных отношений у Анастасии еще не было. В 17 лет влюбилась в преподавателя, но стеснялась признаться ему в своих чувствах. Надеется, что Денис – тот мужчина, которого она ждала. Ну, я так поняла, что вы такая девушка-фантазерка, желаемая выдавали за действительное, да? Почему? Ну, потому что у вас серьезных отношений не было ни с кем. То вы влюблялись в преподавателя, он об этом не знал. Он знал об этом. Ну, так, наверное, переглядушки. Он проявлял тоже взаимность, но так получалось, что на тот момент он сидел в гражданском браке. Видимо, был не готов, наверное, что-то с этим сделать. И то подпускал близко, то отгонял. А я в силу... Подпускал? Это как подпускал? Давал понять, что он не прочь встретиться, пригласить на дополнительные консультации. Вы целовались? Нет. Может быть, он и не знал, что вы думаете, будто у вас с ним что-то... Нет, я уверена, что он все знал. Потому что если бы это было не налицо, то вряд ли бы он проявлял какие-то знаки внимания. Знаки внимания в вашем понимании это что? Вот как вы поняли, что у вас с ним отношения, если вы даже не целовались? Ну, отношения... Мне трудно это представить. Это сложно знать отношениями, я согласна. Поэтому я говорю, ваши фантазии. Ну, выделение из толпы и... И желание видеть человека чаще. Он звонил вам, говорил Анастасия, ровно в полночь, в старой мечети, да? Ему не хватало на это храбрости, я думаю. К сожалению, в наше время мужчины любят прикладывать ответственность. Вот видите, то есть он не звонил, свидание не назначал, и вы это характеризуете как... Назначал, но в рамках учебного процесса. То есть он говорил, так, сосандольская Анастасия, с зачеткой ко мне вот в такую-то. И вы бежали, трусы пузырем, думая, что у вас свидание. Силу неопытности, наверное... Ну, влюблена была, Ларис, ну, понятно. То есть он и сном, и духом, короче, я так делаю вывод. Нет, и сном, и духом. Через какое-то время мы встретились, он уже на тот момент был женат, и он узнал меня, он не смог скрыть каких-то эмоций. Ну, каких эмоций? Он, ой, привет, где ты? А, так вы та самая студентка, помню, помню. Да, та самая студентка, да, мы встретились просто на приеме. Нет, ну что, он не зажал, я такого никогда не позволю по отношению к себе. Ну и глупая. Почему? Это клево. Нет, ну что, я себя очень уважаю. А я, например, мне кажется, если меня не зажимали в этом возрасте, значит, меня не любили, не уважали, и вообще им 30 лет была нужна. Нет, я просто никого не подпущу к себе. Из какого вы семьи? Никогда? Нет, так грубая. И так сразу. Хорошая, воспитательная девушка. Должно пройти какое-то время, нужно доверять человеку, прежде чем его подпускать к себе настолько близко. Пусть походят. Ты девушку в краску вгонишь, Лариса. Да лучше я ее в краску вгоню, чем ее в климакс годы вгонят, и она так и будет, кстати, не целованная. Настя. Очень хочется, чтобы, правда, мое сердце кто-то растопил. Но вы должны пойти навстречу к мужчине, заживите своей собственной жизнью, не фантазируйте. Вы обязательно, я вам обещаю, почувствуете и узнаете, когда вас искренне полюбит мужчина или молодой человек. Он вам об этом обязательно скажет. Я очень хочу, чтобы вы жили настоящими страстями. 22 года, это уже, а не еще. Проходите и показывайте сюрприз. Денис, специально для тебя я сделала вот таких вот кукол, которые называются неразлучники. У них одна рука, и свидетельствует это о том, что муж и жена должны идти вместе всю жизнь. Рука об руку делить вместе счастье, невзгоды. У них должна быть одна цель, и они всегда должны поддерживать друг друга. Когда в семье появляются детки, то эти куклы раздвигаются и навешиваются маленькие куколки по числу детей в семье. Это мартинички болгарские. Да, это второе название. Но на Руси они назывались куклы-неразлучники. Я хочу, чтобы они символизировали тебе ту семью, которую ты хочешь. И желаю здесь и сегодня найти единственную, которая тебя будет во всем поддерживать. И идти с тобой рука об руку вместе. Спасибо большое. Как тебе сюрприз. Ну, так все по-детски, так все мило, хорошо, но не для серьезных отношений, не для семейной жизни. Спасибо, девчонки. Проходите в свою комнату. А я к вам загляну. Спасибо. Спасибо. Слушай, ну он очень боятельный, очень. Замечательный. Яшу, я засмущалась. Он так внимательно на тебя смотрел. Светлана и Павел, слушаю вас. Впечатления какие? Ну, что могу сказать. Девушка милая, юная, но наивная. Я думаю, что с Денисом они все равно на разных планетах пока обитают. Денис сам во многом бывает фантазером, поэтому ему нужна та женщина, которая будет его немножко приземлять. Мне понравилось в ней то, что она знает себе цену. Это качество есть, слава богу. А все остальное это корректируется. Понравилось. Роза, она вступилась. Я не ожидала. Анастасия, еще раз говорю, фантазерка. Что меня уже начинает пугать. В 22 года пора бы уже жить в какой-то реальности. И пока не поздно Анастасии можно еще вернуть на землю. Это самый нелюбимый тип. Мужской. Понимаешь, не за что взяться. Она как мыло. Понимаешь, красивая, хорошо пахнет, гладкая, но ты никак не можешь это ощутить. Все какое, все теоретизированное. И все откуда-то... Никуда. Одна пена. Пена тоже красивая бывает. Тут дело не просто в теории. Тут есть еще огромное самомнение, которое поддерживается семьей. В частности, мамой. Которая внушила девочке с восходящей Венерой, что она правда самая красивая и уже поэтому может требовать всего и достойно самого лучшего. Ей бы прислушаться к себе прежде всего и понять, чего хотела бы она в отделенном от своей мамы состоянии. Нужно жить своими фантазиями, мечтами, а не семьями. Я схожу, пожалуй, к Насте. Ну что? Да? Я тоже садюсь. Настя, ну красавица и умница. Та же самая история, что с девушкой из первой комнаты. Не живая? Не живая. Вы вместе с мамой живете? Да. А нет возможности снять квартиру, пожить отдельно? Пока нет, но уже задумывалась над этим. Очень зависите от мнения, да, близких, от мамы, папы? Я прислушиваюсь, но не всегда слушаю. А боитесь, что вы однажды там разочаруете близких родителей, когда они скажут, ну как же так, Настя, мы вот растили? Я стараюсь этого не совершать. Старайтесь это. А вы постарайтесь хотя бы для себя. Вот просто дайте себе возможность пожить одну неделю, так хотите вы. Спасибо. Если будет такая возможность, мы, я поговорю с редакторами, чтобы вы были в качестве невесты, чтобы выбирали вас. Спасибо вам большое, Лариса, спасибо. Хорошо? Да. А сегодня я попытаюсь отговорить жениха, чтобы он в вашу комнату не приходил. Вы не готовы? Спасибо вам большое, Лариса. Спасибо. Спасибо. Мы все, как говорим, конечно, влияние мамы. Ей нужно, конечно, отколоться, отколоться от родителей как можно быстрее. Кому же сегодня улыбнется судьба и кого выберет жених? Давайте вместе подождем и очень скоро узнаем об этом. Светлана и Павел, я вам хочу сказать, что сегодня очень повезло вашему брату и другу, потому что девчонки были изумительные все. Но нужно выбрать только одно, к сожалению. Поэтому кто? Я своего брата вижу как коньяк очень хорошей выдержки. И не каждая девушка способна будет его оценить. Способна будет почувствовать этот вкус и дать ему взамен что-то, что его подстегнет, дальше трудится, растить детей, создавать уют. Я за Лену, за первую девушку. Спасибо. Я не знаю, выйдет он ко мне за мной или нет. Мне кажется, ему больше понравилась третья, потому что она, как сказать, можно ее переделать под себя. Я, наоборот, посоветую Денису Настю. Я думаю, что он сможет ее переубедить, что не все мужчины обманщики. И в конце концов она ему поверит, потому что он не лжет. Ну что, как вы считаете? Какие у нас шансы? Мне кажется, вот сто процентов тебе зайдет. Мне понравились все. Просто какие-то необыкновенные красавицы. Вы можете пойти и к Марине, и к Анастасии, и к Елене. И я думаю, с каждой из этой девушек вы будете счастливы. Мы сможете осчастливить всех этих девочек. Более точно вам посоветуют Василисы, а мне впервые, наверное, трудно вам кого-то одного. А что это только это? А я же точно посоветую. А сейчас я на тебя смотрю. А теперь я к тебе обращаюсь. А вот от жизни, конечно, Настенька. Знаете, есть такое понятие «сытое сознание». Вот у Настеньки сытое сознание. Она готова делиться, потому что всего достаточно, по большому счету. А вам такая невеста нужна. Настя однозначно. Я думаю, что ты ему очень понравилась, но так как ты сильная личность, он, возможно, испугается к тебе зайти, но он так на тебя смотрел. Он был восхищен тобой. А звезды? Удивительная история. И Елена, и Настя примерно равно вам подходят. Поэтому мне тоже сложно сделать выбор. Пожалуй, моей фавориткой остается все-таки Елена. Если он зайдет к нам, ты выйдешь? Я постараюсь выйти за ним. Ну, вы парень думающий, поэтому уже знаете, куда идти вперед. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону. Анатолий, 22 года, номер 2049. Работает помощником посла. Изучает иностранные языки, занимается тайским боксом и обожает читать детективы. Ищет эрудированную и женственную девушку с хорошими манерами. Виктория, 20 лет, номер 2069. Администратор в ресторане литовской кухни. Любит готовить и фотографироваться. Познакомится с высоким мужчиной, который будет уважать ее родителей. Мы не знаем, выйдет Денис один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Давай поужинаем вместе и поговорим поводробнее. Я согласна. Спасибо. У нас есть пара Денис и Анастасия. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте СМС с именем героя на номер 4-4-ке. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, подожмите. Спасибо. Этот немного завядший букет для вас. Девочки, поставьте перед собой цель. Что вам нужен? Этот мужчина или его сказки? Она мечтает выйти замуж по любви. Должно что-то вспыхнуть внутри, какая-нибудь искра, что-нибудь должно быть. Скажите, что меня заставляло выкалывать глаза фотографиям, где была из-за валя Джани? Жесткий и последовательный – это не значит, что идиот. Правильно? Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»